Здравствуйте! Всем привет, ребята! Это Шахматный Феникс, и мы возобновляем рубрику Шахматные рекорды, и сегодня у нас два не очень сильных шахматиста, но которым удалось создать нечто стоящее. Ну, а подробности расскажет Никита Петров. Довольно много рекордов, либо мы с Харилом, либо Кирилл с другими напарниками уже вам показал, но, по его словам, вот этого еще продемонстрировано не было, и данное скажем так, наименование данного рекорда звучит так. Наибольшее количество последовательных взаимных шахов. То есть на шах, который объявили белый, черные должны ответить шахом в ответ, и так далее. Ну, и как оказалось, такая серия равна шести. И случилось это вот в партии, в рядовом опене в Тулузе. Играли явно не очень сильные шахматисты, особенно касается тега. Шахматисты, играющего черными, ладья G8, это, конечно, очень креативно, но даже Кирилл после алкогольных напитков обычно так, дебют, не разыгрывает. Ну, понятно, что G4 никакой атаки серьезных провести не может. Белые прорвали центр, получили перевес, взять нам D6 и D5 не очень нравится. Но, тем не менее, белые остались с лишним качеством, серьезной конференциации черные не получили. Попытались не организовать атаку. Конечно, это явно не проходит, король убегает, но и вот здесь началось. Белые сыграли ладья A1. Обращаем внимание, что у черных тоже слаб король. Черные решили дать шах. Это, конечно, грубая ошибка. Я думаю, что было что-то сильнее. Ну, и это первый шах нашей серии, Кирилл. Я прав? Да, да, да. Белые отвечают шахом в ответ, скрытым. После чего черные тоже дают шах. Белые дают шах. Черные дают шах. Белые дают шах. Но здесь черные уже нечем закрыть с от шаха так, чтобы объявить шах в ответ. Поэтому последовал послан Е6. Серия закончилась. Ну, и партия тоже закончилась совсем скоро. Чтобы было две лишние фигуры. И матовая так. Да, вот такой получился короткий выпуск. Но партия сама по себе, можно сказать, даже уникальна. Но я надеюсь, что вам понравилось. Мой личный рекорд 3. Это очень интересно. Нет, конечно. Да, всем спасибо за внимание. До новых встреч.